Друзья, приветствую всех из Суража. В Брянской области. Вчера было хорошее молитвенное собрание. Сегодня посетили могилу одного из служителей церкви. Здесь Суражский. Дубинин Пантелей Федорович. И чье служение было отмечено чудесами и знамениями. Которые до сих пор люди вспоминают, верующие здесь. Слава Богу. Это хороший след служителям. Сейчас мы едем в село, где я раньше служил. Еще традиционным священником православным. Душатин. Там пишут по-разному. То Душатина, то Душатин. Один здесь ученый человек. Говорил мне тогда, что в Сураже историк. Что вообще Душатин изначально было. Потом Душатина, потом снова Душатин. То есть меняли. А так Душатин это село, где жили раньше евреи только. Это были выкресты. Еще при поляках. Еще жили выкресты. То есть те евреи, которые приняли православие. Ну или вынудили их принять православие. Там неясная история. Короче, подобрули, поздоровали. Или не подобру, я не знаю. Но крещеные евреи. И вот там даже захоронение польское еще сохранялось тогда. Вот. В тех времен еще. Вот. На территории прям храма. Там, ну за храмом. Вот. И сам храм был построен. Вначале маленький. Потом вот этот большой нынешний храм. Деревянный. Вот там я служил. Это был мой последний приход в традиционном православии. Вот тогда же, кстати, с братом Григорием мы и познакомились. В 1996 году. Представляете, 25 лет прошло. Мы были тогда помоложе. Конечно чуть-чуть. Немного. Да. И он ко мне подошел тогда. С вопросами, да? Да. Да. А интересно было. Почему желание было вообще пройти там? Да. Потому что будем необычно видеть основного священника. Который... Народ больше, можно так сказать. Который стоит за литературами. Да. Да. С целью посвященника. Потому что мы боялись, когда раньше не было. Потому что это необычное. У меня не привыкло. Вот так вот. Необычное. Совершенно священник. Поэтому нужно подойти. Интересно. Слушайте. Интересно. Интересно. Да. 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 Я, судя по вопросам, понял, что человек верующий. И что... Ну, грамотный человек. Ну, не просто, а грамотный. Я даже удивился. Потому что обычно среди православных здесь я не встречал грамотных таких людей. Нет. Был один дедушка там. Возле вокзала дожил. Старенький. Но... Он не так формулировал эти вопросы. А здесь именно вот библейские. Но потом прозвучала из Писания там такая цитата. Но он не сослался на Библию. Но там было понятно, что это из Библии цитата для меня. И я понял, что здесь что-то не то. Но первое знакомство было интересное такое очень даже. Я очень Богу благодарен, что в жизни так вот повезло мне на встречу с хорошими людьми. Вот. Так что да. В жизни разные встречи бывают. И есть такие встречи, сказал бы, судьбоносные даже встречи. Вот. Есть встречи, когда сам Бог что-то открывает нам. Корректирует нашу жизнь. Слава Богу. А так да. В эти дни молюсь за Брянск. Землю Брянскую молюсь. Да. И очень. Для меня это тоже неожиданно. Чтобы получилось у меня побыть. Сейчас вот именно да. В Сураже. Вот. После долгого перерыва такого да. Надеюсь, что получится и в скором времени снова быть и семинар провести. Буду молиться об этом. И вас тоже призываю молиться, друзья. Вот. Вспоминайте в молитвах. Суражскую церковь. Сураж. Брянская область. Да. Пробуждение земли Брянской. Пусть все небеса радуются. А спасение душ человеческих здесь ангелы ликуют. Ну и с ними там и в Материи Федоровичи и все прочие. Пусть радуются спасению душ. Множество душ здесь на земле. Да. Слава Богу. Пусть Господь благословит. Вот. И со своей стороны конечно я хочу сейчас тоже. Может там уже на фоне храма что-то записать тоже какое-то короткое видео. Вот. Ну да. Знакомые места. Узнаю. Вот. Здесь вот. Здесь гораздо южнее. И уже здесь уже. Видно что. Весна здесь уже. Побольше весны видно. Заметно чем у нас. Сейчас в Кульской области. Ну и видно. Ну все. Давайте с Богом.